Смог отбиться просто и потом все как в тумане. Извиняюсь, слышишь? Может быть ты где-то здесь? Привет-то! Как меня задрало эта постоянная дорога. Реально? Шерчники какие-то видели, нет? Да зачем Марине поешь в лапину, просто укол пусть все сделают. Если честно, я уже паникую. Всем привет, друзья, с вами Димас Блок. С вами не две, а три семьи. Пока не две, да. Скоро будет две. Вы узнаете почему. Сегодня неожиданный день для нас, наши жены. Заказали нам в неизвестном направлении такси. Кто нам дали? Просто дали портфель с чем-то внутри, мы не знали об этом. И Валек с камерой. Если что, мы уже сделали все это кругосветное путешествие. Мы уже здесь, дома. Сейчас мы переносимся чуть-чуть назад. Как мы садимся в такси и не подозреваем ничего. Короче, Марина... Переверни камеру. Марина дала мне какую-то сумку, говорит, что-то уехать надо. Там сюрприз будет ждать. И в сумку нельзя заглядывать. И более того, я должен ехать с закрытыми глазами. Я подъеду попозже. Господи, боже мой, что вы придумали? Что-то сегодня дома сидеть, пить чай. Я хотела ехать в доку. Ну, это тоже. Все, садись. Здрасьте. Добрый день. Все, вот так вот и садись в машину. Так меня же тошнить будет в машине. Ну, ты поспи. Что происходит? Я не знаю. Это уже. Можно геопозицию скинуть, чтобы она автоматически всегда... Я это знаю. Давай это сделаю. Все, поехали. Все. Вам удачной поездки. Удачи. А что, дождь обещают, да? Ну, что-то не знаю. Я вот три дня тут где-то ездил, где-то нету. Так, ну все, я вырубаю себе глаза, вырубаю свет. Хорошо, если все, я расскажу. Встретимся там. Мне тут, короче, позвонила Ивета и написала, что скоро за мной приедет машина, такси. Куда ехать, я не знаю. Что сейчас будет, не знаю. Вообще интересно и чуть-чуть стремновато. Она же беременна. Ладно, пойдемте, посмотрим, что там. Чтобы вы понимали, пошел дождь. Я не знаю, куда я еду и что будет происходить. Я надеюсь, что это будет не на улице. У меня все еще происходит. Мне просто жена сказала сесть в такси. И ехать. Не понял, у вас нету адреса? Ну там не адрес там. Он отвезет нас на авигатор. Навигатор сам отвезет? Сам на авигатор, но отвезет. Друзья, мы уже, наверное, ели минут 40. Я чуть потерялся со временем. Но я засыпаю. Мне кажется, что мне кажется, выживание какое-то будет. Что мне кажется? Это сумка. Я просто уже видел такие видосы. На глаза маска для того, чтобы я не знал, куда мы едем. И мне нужно будет оттуда добраться домой. Не используя телефона, наверное. Каких-то, скорее всего, денег. Ну, в общем, вот такое ощущение. Ладно, едем дальше. Куда мы приехали? Жестко. Мы вообще приехали в какое-то поле. Что за деревня? Блин, ну зато тут так красиво. Смотрите, как классно. Вороны, волки, медведи. Мне придется добывать вот этих воронов, голубей. Вон, видите, летаю. Просто поймал мне, как кушать-то. Я вообще не ел сегодня, кстати. Так, мне сказали, мне Марина ведет. Ты скинула? Ну, все, здесь я дойду, наверное. Спасибо. Ну, куда? Выходить. А что вы здесь будете делать? Ну, я не знаю. Надо же понять, что делать. Сейчас пойму, давайте. Сейчас, можно минуту. Ребят, я приехал, а тут ничего нету. Мне что делать вообще? Телефон не выключай, видео смотреть. Мой дорогой муж, я выгляжу не фреш, потому что только проснулась. Ты, наверное, думаешь, что мы сегодня будем проводить с тобой романтический день, вечер, вместе, без ребенка. Мы с девочками очень сильно устали от того, как вы прикалываетесь с пацанами над нами. Мы решили устроить вам соревнования. Вы сейчас находитесь в области, и кто доберется первый до нас, тот получит 200 тысяч рублей. Так что ждем вас по адресу. Целую, обнимаю. Самое главное, я подготовила для тебя рюкзак, и все, что в нем находится, это единственное, чем тебе можно пользоваться. Ты должен положить свой телефон в коробку, подключив его к пауэрбанку. И заклеить эту коробку наклейкой. Потому что если ты без камер решишь схитрить, открыть, достать телефон, то мы узнаем. Пользоваться помощью подписчиков и друзей тоже нельзя. И денег у тебя тоже нет. Удачи. Удачи? Удачи! Ой, ну я, видимо, выхожу, у меня нет денег просто. Спасибо большое, что довезли. Спасибо! Вот. Это мой таксист уехал, так что. Он уехал туда, значит, мы оттуда приехали. Тут просто пустота какая-то, охереть. Я вообще в растерянности пока что. Нельзя еще ничем пользоваться. Ни телефоном, ни подписчиками. Я первый раз в такой ситуации на самом деле остаюсь. Были моменты в жизни, когда не было денег, я там выбирался как мог. Но на трассе я, конечно, еще не оставался. Как меня задрала эта постоянная дорога. А как мне добраться? В смысле, по ощущениям, мы ехали час где-то, да? Давайте посмотрим, что у меня в сумке лежит. Так, у меня в сумке, смотрите, банан. Я его, наверное, сейчас съем. Какой-то сэндвич. А, ну вот портативка, пластыри. Открывашка. Что я должен открывать? Непонятно. Это что? Палатка, что ли, какая-то? Разберемся. Непонятно, тоже какая-то фигня. На видео выключаю телефон, подключаю портативки. Так, все, закрываю коробку и заклею ее пластырем, да? Вот так надо было закрыть все. Мухлевать не собираюсь, я просто заклеил ее, как вот заклеил, так заклеил. Не сильно удобно это с камерой делать, конечно. Все, я вышел, да? Ой, таймер забыл поставить. Блин, какие-то жуки. Смотри, а таймер забыл поставить, бля. Реально? Шерчник какие-то видели, нет? Это уйдин. Секундомер, все, вот видите, да? Отчет пошел. Это что-то типа шерчник. В общем-то, смотрите, я непонятно где. В каком-то поле. На улице жара, тепло, атмосфера и погода, скажем, приятна. Не то, чтобы я боюсь, но как бы не хотелось быть уже... Да иди, что тебе нужно? Слышите ужас жужжание? Непонятно, ужас. Ладно, пытаемся как-то выбраться отсюда. План действия какой? Сначала мне нужно выбраться как-то на главную дорогу с этого места. Как-то вот туда мне нужно будет уйти. Когда выйду на главную дорогу, дальше я не знаю, что делать пока. По обстоятельствам мы решать. Let's go. Тут есть банан. Я хочу есть. А, это нужно перегонки делать? Я только сейчас догнал. Я просто в таких моментах, чтобы вы понимали. Паникер. Я не люблю оставаться где-то один. Я сейчас... Что? У меня нет... Я даже деньги с собой не взял. Короче, если честно, я уже паникую. Я вообще не люблю общаться с чужими людьми. Как я сейчас это сделаю, я вообще не понимаю. Ребят, лево или право? Там просто есть трасса. Там нет трассы. Пойду на трассу. Короче, я в каком-то непонятном месте. Я в каком-то поле. Я здесь где-то в лесу. Так, что тут у нас? У меня Аня собрала рюкзак. В нем есть какая-то помощь. Я думаю, настал момент воспользоваться. А то я устал что-то. Тут для камеры, я так понял, все. Водичка. Та самая коробка. У меня тут набор еще еды какой-то. Спички. Еда. Ооо, Аня. Я так есть хочу. Это просто жесть. Я думаю, что можно намутить хот-доги. Кто-то такое вообще в лесу делал. Это на самом деле очень круто. Короче, ребят, там какие-то мужики ушли. Сейчас мангал оставили. И засыпали. Я им сказал, стойте, стойте. Сейчас подбежим, воспользуемся их мангалом. И сделаем хот-доги. Let's go. В общем, нам понадобятся все эти ингредиенты. Сосиски. Булочка. Лучок. Сыр. Ммм. У меня вот такие вот спички. Ну, начнем. Берем нашу решеточку. Берем сосиски. И вот так вот и складываем. Летом я обожаю их делать на гриле. Но думаю, тут тоже получится с таким дымком. Мы всегда покупаем сосиски черкизова. У них мясной насыщенный вкус. И это все потому, что производитель использует мясо в собственных фермах. Ммм. У пацанов тоже такой люкс? Интересно. Блин, может продать его? Не. Такой сочный. Сам съем. Боже, космический вкус. Так, ладно, по пути доем. Сейчас быстренько потушу все. У нас все-таки гонка. Ладно, туда. Прямо, прямо, прямо. Указатели, я думаю, будут там. И по этим указателям я и выйду. Киса, 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 кис, кис, кис. Иди сюда. Сейчас залезет в дырку. Испугался мне, что ли? А ты не бойся. Не бойся меня, маленькая, киса. Иди сюда. Чисто кошачий маньяк. Вон они местные жители, я сколько понял. Вот они должны мне подсказать, как я отсюда выберусь. Просто хотя бы направление какое-то. О. О. Останавливание, нет? О, остановился. Здрасте. Слушайте, а вы не в сторону главной дороги идти? Да. А могли бы меня подкинуть? В сторону Минска поеду. Там разные, это, да, дороги, получается? Она одна, ну, как бы, на Минск и на Москву. А, ну, мне хотя бы в сторону разъилки какой-то. О, спасибо. Классно. Я с камерой, я сейчас сейчас снимаю. У меня же задание такое. Мы просто снимаем видосы. Мы должны, три мужа должны добраться быстрее до своих жен. Вот, и нас высадили вообще, вот где-то там в поле меня высадили. Без денег, без ничего. И нужно вот добраться, как попутками, там, пешком. Конечно, сюрприз. Говорят, сюрприз, я там вьет. Все, кайф. Что делать? Что я могу продать? Часы не могу продать. Это подарок, а не все. Я автобус вижу. Я вижу автобус. Тут что, установки есть? Где остановка? Есть остановка? Вон там автобус. Может, вот тормозной побрал. Сколько я уже пешком иду. Ай, трюкзак еще здесь. Тяжелый. Здрасте, а не подскажешь, ты на трассе-то куда? Да, да. А там есть какие-то, может, маршрутки? Автобусы у нас. Автобусы все сколько угодно. Хорошо, спасибо. Ну, ничего, слушайте, знаете, в принципе, все шикарно, все хорошо. Мы, люди, кайфуем. Делаем для вас такой контент, так сказать. Сами уходим куда-то в непонятную ситуацию и пытаемся из нее вылезти. Супер. А может, Ивета где-то здесь, она за мной следит? Ивета! Ивета! Выходи! Может быть, ты где-то здесь? Ивета! Девочки, у меня вопрос. Вы вообще заметили, что у Коли не обновляется геопозиция уже, наверное, минут 40? Андрей, я встретил, повезло. Добрый человек, помог мне. Москва направо, Минск налево. Я на разворот. Москва туда, все, спасибо большое. Давай, удачи тебе. До свидания, спасибо. Все, хороши дороги. Так, Москва направо, Минск налево. Все, Андрей, до свидания. Так, ну я больше не вижу никаких выходов, кроме как идти. Просто пешком и пытаться найти машину. У меня нет телефона, нет связи. В целом, я, наверное, вообще не смогу ничего сделать, кроме как поймать машину. По ощущениям, мы ехали километров 60. Поэтому примерно я понимаю, как мне нужно добраться. Я вас смотрю, классные ролики с дочкой и женой вообще супер. Вот супер, спасибо, классные ролики. Все, спасибо большое. Хорошей работы. Если с зайчиком сяду, полицию заберут. За полицию я не особо, конечно, переживаю. Но что время потеряю, да. Автобус вон, смотрите. А братский, куда он едет? Там есть остановка? Догоняй, мол. Ёпорос это. Я сел в автобус. А вы не подскажете, до Москвы едут автобусы? Ну, хотя бы до начала Москвы. Обязательно. Митин это метро? Да. Метро прям есть. Спасибо большое. Подхожу к рейндж-роверу. Стоит просто на обочине. Здрасте, а вы в Москву не едете? А подскажите, а вы случайно в Москву не едете? Меня жена отправила какой-то в лес. Ну, да, да. Вот мы снимаем, кто быстрее доберется до точки. Докинуть сможете меня? Реально? Блин, можно руку пожать? Красавчик, офигеть. Это что за везение такое? То есть я сейчас, я просто прошел километр пешком, хотя планировалось вообще идти до самого-самого конца. Просто. То есть я доехал там с Андреем, да, мужичком. И здесь я вот с парнем, его девушкой сейчас доеду. Они прям там живут. Все, можно, да? Здрасте. Здрасте. Дима, ну что там, плаке-плаке? Валя, как дела там? Хе-хе-хе-хе-хе. Слушайте, пока мне везет. Я просто пользуюсь общественным транспортом. Метро это более такая, знаете, сложная часть, потому что на каждой станции стоит полиция. Есть вообще комнатки. И вот меня один раз так забирали. У нас, смотрите, есть один вариант. Это с зайчиком. Второй вариант, это как-то у человека попросить один рубль. Ладно, погнали пробовать, я не знаю. Я на метро, если честно, не езжу. Я не знаю даже, какая у нас там станция. Короче, будем сейчас смотреть. Там стоит чувак, который ловит. Контролер. Девушка, девушка. Я извиняюсь. А вы меня случайно не знаете? Нет? Могу попросить пропустить меня? За улыбку. Ты улыбнешься и пропустишь меня. Готово? Улыбнулась. Спасибо. А то мне так стрёмно почему-то. Ты подождешь меня? Реально? Пахи. Спасибо большое. Спасибо большое. А для тебя это не... У меня нет денег. Как стрёмно коммуницировать с людьми, которых ты не знаешь. Погнали. Погнали дальше. Алло. Ростелеком. До свидания. Извините. А не подскажете, здесь какие-то автобусы есть вообще? Вам куда-то надо ехать. Мне хотя бы до метро какого-то ближайшего доехать. У меня вот одно место свободно, но только в машине очень пахнет собачьими карманами. Ой, я не против. Можно? Спасибо вам большое. Хотя бы до любого ближайшего. У вас свой приют, да? Ну, небольшой. Ну, большой. Я там участник приют. Спасибо вам большое. Я вообще, если честно, боялся подойти сначала. Я вообще не люблю. Ну, да, я типа боюсь. Да, просто да. Это неудобно. Сейчас надо. Очень свободно. Я сейчас к мужчине подхожу, говорю. А не подскажете, автобус какой-то есть? Он мне знает, что говорит. Я заебался уже тут сидеть. Я говорю, извините, я же просто спросил, через сколько будет автобус. Тебе повезло. Мы едем до... Тебе повезло, что у меня есть пробус. Я тебя прямо к дому сейчас подвезу. Это какая-то постанова. Слушай, все будут думать, что постанова. Короче, ребят, я не знаю. Было как вообще? Я подхожу к машине, да? Расскажи от своего лица, если можно. Нет, не подхожи. Потом, вот Ром, да, Рома. Да, мы стояли около машины, обсуждали свои планы. И я крикнул человека того, который подошел в машине. К машине доказался ты. Во, да, вот сюда. Прям к дому доехал, ребят. Все? Все, давайте, пошел руку. Блин, спасибо большое. Вообще классно. Все, давай, давай. Димина машина стоит. Прикиньте лицо их сейчас, когда я зайду домой. Они такие, а как это, а как это? А вот так это, а вот так это. Соседи. Какой он? Ты как так красивый? Ты что, вообще? Ты как так красивый? Вы не поверите, как это? Это постанова какая-то. Меня с самого поля довез мужик. Он меня довез с самого поля до машины. От машины я дошел до остановки, а там просто стоял зеленый рейнджер-ровер. И как оказалось, люди ехали. Кто-то сюда ехал. Да, просто сюда ехали. Да, просто, че? Заклинки. Такой сейчас геолокация высветит. Вот ты знаешь, что у тебя она остановилась? Вот сейчас она появится резко. Стоп. Час 13. Я Марине звоню, ребята. Ну-ка. Как это произошло? В смысле как? Ну вот так, Марин. Коль, честно, ты когда пропал в геопозиции, я думаю, ну все. Ну все, либо в лесу потерялся где-то, либо что-то произошло страшное, ну потому что просто ты не выходил на... Ну, мы не могли тебя отследить и найти. Что произошло? А может я интернет выключил? Мы с Аней уже поняли, что Дима скоро переименует команду, будет называться «Две семьи». Там у Валя будет и Дима просто. Я извиняюсь, могу вас чуть-чуть задержать на одну секундочку прям? У вас не будет пропуска одного? У меня денег вообще нет. Реально? Спасибо большое. А можно вас снимать? Ничего. Меня, короче, жена оставила на трассе одного без денег. И сказала попробовать до дома доедеть. Давай, давай. Блин, спасибо большое. Я думаю, мне реально вообще никто не поможет. Проходи, проходи. Спасибо большое. Благодарю вас. С вами был. Вы очень добрый. Спасибо. Так, надо у кого-то попросить, чтобы карту, схему, схему показали. Мне нужно до с***а доехать. Я не понимаю, как мне это сделать. Есть ли у вас карта? В этой области, вот, знаешь, где-то вот здесь, наверное. Спасибо большое. Можно опять тебе дам? Да. Спасибо. Спасибо. Короче, мне нужно вот сюда, на Славянский бульвар. Я сел в метро. Я так давно на метро не ездил, это просто жесть. Знаете, вот когда один человек мне отказал, мне почему-то показалось, что вот все, меня вот ждет такая дорога постоянно до самого дома. Приехал на станцию, но из-за того, что я тут вообще не езжу, не знаю, я пока не понимаю, что, где. А как выйти-то? Выходить по карте надо? Что-то не догоняю. Так, турбины принимают банковские карты. А подскажите, если у меня карты нету? Карты нету? Да. А, тройка. Ну, меня человек пропустил, и вот я тут... А, человек? Да. Здорово. Да. Пропустить можно меня как-то? А кто мне встрах будет платить 10 тысяч? Вы? А вас где поймать? В смысле меня ловить зачем? Вот именно. А мне встрах будет 10-ка. Что бессовестно это? Говорю, нет карточки. Хамьё? Я нормально спросил у вас. Это угар. Зайти зашел, а выйти не могу. Ребята, извиняюсь, не можете выручить, выпустить меня, а то у меня карты нету. Как она работает, система? Меня просто впустили, а выйти не могу. Я просто человеком за него заливаю. Она меня сейчас стопорнет. Извиняюсь. Слышишь? Ты что, дура? Слышишь? А тебе делать, что ли, нехер? Мужик, тебе делать, что ли, нефиг? А? Так, а я прошел за вами. Я что, вас трогал? Я вас трогал, что ли? Я вообще прошел. Да уж. Подожди, прикиньте. А, прикиньте, она вытащила его. Да, да. Я себя снимаю. Большая разница, себя снимаю. Даже мужика не коснулся. Я его вообще не коснулся. Взял меня, ушатал. Ну, мне, конечно, не больно, я... Ну, блин, злой. 200 тысяч рублей в кармане у бабы. Саниного бюджета. А еще мы решили пранкануть парней. Кто первый придет, того мы забинтуем и положим в машину скорой помощи. Как будто бы с ним что-то случилось, чтобы напугать других участников. Одного вырубил, второй мне вгрызли вот сюда, в локоть. Один был на велосипеде, но я почти смог его догнать. Помню. Со всей силы он меня бил вот сюда. Бакуганом. Бакугана в меня кинул вот сюда прям. Я смог отбиться просто. И потом все, как в тумане. Просыпаюсь в карете. Меня вот добрые люди везут. Я вот не помню все, как и вспышки. И вот я здесь. А меня сначала вообще отнесли, чтобы туда влез. Я оттуда пешком дошел вот до трассы. Искал человека, который мне может помочь. И нашел вас. А можно я вам потом тоже помогу? Не будьте правы. А как вы хотите? Мы от своей семьи вам поможем чем-то... Чтобы пасить большим. Тем более, я собак люблю, мне не тяжело. Представляете, я иду с леса. Эксперимент такой. Да, я иду один с леса на трассу, а тут вселенная мне послала вас. Вы просто самый лучший человек на земле. Да ладно. Хорошо, такой вопрос. А у вас не будет 500 рублей наличие? Я чтобы на такси. Простите меня, пожалуйста. Да нет. Ну так не того, больше всего. Спасибо большое. Все, спасибо большое. А вам и в хороших программах. Спасибо. До свидания. Пока-пока. Девушка, а не подскажете, а у вас навигатора нет? Адрес узнать. Вот куда мне идти, в какую сторону. Можно посмотреть? А, я телефоном не могу пользоваться. Скажите мне, вот в какую сторону просто. Вот туда, вниз и вот туда, да? Лес идти там по лесу. Все, спасибо. Блин, так хочется людям улыбку дарить энергию. Ну, я не мог оплатить, но она меня не выпускала. И другого пути нету, как просто за кем-то пройти, потому что в одну сторону заходит, а чтобы в другую выйти, надо еще раз предложить. Он еще взял и ушатал меня по плечу, которая болит. Взял бы, остановился, поговорил, зачем бить человека. В чем суть? Я вообще не понимаю. Я согласен, я согласен. Если бы за мной прошли, я бы косо посмотрел. Возможно, поговорил бы там с человеком. Почему? Всегда же можно поговорить, правильно, с человеком? Я, короче, уже узнаю район. Я потихонечку буду разгоняться, чтобы попробовать успеть первым. Ребятки, поставьте за это лайк. Мы с командой «Три семьи» очень-очень стараемся, потому что такого на Ютубе не было, что вообще какие-то семьи снимали, какой-то семейный формат особо развивался. Спасибо вам большое, что смотрите. Спасибо, что вы с нами. Знаете, я верю в то, что каждая секунда важна. И вот сейчас у меня там остаются силы. И я лучше пробегу, чем нет. И дети, скорая медицинская помощь. Полиция, скорая медицинская помощь. Полиция, к кому едут? Все ли хорошо, вон, уехали, видите? Как вы думаете, я первый? Что тут скоро? Что с ним? Я не знаю. Но он прям только что недавно пришел. А что с ним случилось-то? Вы собаки укусали какие-то. Вы еще угораете, думаю? Какие собаки укусали? Может, в Лапино позвонить? Сам должен принимать. А вы куда можете отвезти? В Лапино можете? Договоренность нам нужна. Это вы звоните, договариваете, смотри, зелень. А что у него оранжевое все это? Что такое? Потому что мы же обрабатывали. Да зачем Марине? Поешь в Лапино, просто укол пусть ей сделает. А то какая-нибудь херня попадет еще в тех, в кровь. Она уже, скорее всего, попала. Куда ты сбежал? Куда? Че? Какой кетчуп нахер? Да понюхай-ка кровь. Ты реально поверил? Конечно, блядь. Мария звонила уже в Лапино. Офигеть. Слушай, ну я, слушайте, ну я руку уже не чувствую, потому что ее очень сильно профессионально перевязали. Смотри, твой коня, а. Вспомнил, что в сумке из пауэрбанка, подключил его. Но сейчас проблема в том, чтобы мне найти такси. Короче, вкратце рассказываю. Попросила девочке помощи, она меня узнала. В итоге потом вырубил камеру. Ну я уже расстроился. Она ко мне подбегает и говорит, что типа давай вызову такси. Я такой, давай, вызывай. Короче, она мне вызвала такси, но попросила ее не снимать на камеру. Я такой, ладно, окей. И вот меня довезли, короче, но тут нужно пешком. А куда? Я не понимаю, куда. Ну это что? Поздравляю в третий раз где-то. Ладно, реально поздравляю. Охереть, как так повезло человеку. Первый раз я подошел к мужику, и мужик на меня, он ел шаурму, и я такой постучался, он такой. Я вышел, я шел до деревни, дошел до деревни. Там просто поймал первую попавшуюся машину, он остановился, вывезь меня из деревни прямо на трассу. Я еще похавать успел хот-дог. Нет, я не похавал. Я, короче, по этой трассе шел, 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 увидел джоллера. Я догонял автобус, я думал, все, он уедет, какой-то один автобус хер знает где-то появился, я начал бежать просто по дороге, просто бежать начал вперед. Я думал, типа, увижу какую-то там остановку. По итогу там где-то вдалеке остановка была, и все, он начинает меня обгонять, я ускоряюсь. Знаете, как школьник, который не успевает за автобусом. И я вот такой, стой, стой, махаю ему, автобус тормозит и ждет. Я такой. Меня девочка пропустила один раз бесплатно, и мужик еще один бесплатный. Метро. За свои деньги. Метро был? За свои деньги, да. Метро ездил? Да. Вы мне можете объяснить, где мой муж? Может, вы его потеряли? Почему все уже на месте, а его нет? А еще я тут заметила, что уже 6 минут, фоль на трансляции не обновляется, он резко начал двигаться, 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 остановился. Я надеюсь, никто не остановился и не начал его бить. На самом деле, вообще пофиг, какой я там пришел. Первый, второй, третий. Очень круто было. Интересно, типа, как я справился бы в этой ситуации. На самом деле, тяжело, потому что я не люблю общаться с чужими людьми, в плане просить о чем-то. И сегодня, ну, типа, вынужденно это делать. Короче, самое жесткое, знаете, что? Самое жесткое, что от меня до сих пор воняет. С собаками. Я люблю животных, но не люблю именно вот эту вонь. Но ничего страшного. Иногда можно, чтобы повоняло. Всем хеллоу. Сел, приехал в село. Меня встретил, а, меня никто не встретил. Вот, и, короче, я пошел на трассу. Там была женщина, старенькая такая, милая. У нее упали денежки, а я зашел в туалет. У меня, короче, упали деньги, я ей помогаю, такой, типа, у вас спала. Она такая, спасибо. Она выходит, вижу, она хромает, короче. Думаю, дай-ка, спрошу у продавщицы, которая, может, мне денег даст на что-то. Типа, короче, она, как дела, я тоже Валентина, блядь, короче. Вот. Тоже, я такой, у вас очень красивый. И она такая, спасибо, я такая, меня тоже так зовут. Она такая, спасибо. Ну, и вот, короче, иду к этой женщине обратно, и она такая. А я говорю, а вы, случайно, не знаете ближайшее метро? Ну, типа, я вот интересуюсь. Я могу подвезти. Только у меня машина вся воняет собачьим кормом, а у нее вся машина в собачьем корме. Смотри, как она меня нюхает, смотри. А потом я уже приехал в Москву, и тут уже было тяжело. Я тебя поздравляю. Я последний. Нет. Да ладно, не надо, по-любому. Ты не последний. Ладно, спасибо. Да шутите вы? Нет. Ну, блин, я сижу, я думаю, когда вы все уже приедете. Реально? Да. Я первый? Вы шутите? Ну, мы реально сидим, мы ждем уже всех, нет никого. О, прикол. Давай колен курить. Валек, с победой тебя! Красава! О, легенда! Эй, эй! Спасибо! Красавчик, ты третий. Я знаю. Победите с другой стороны. Да. Красава. Давай, ты первый. Ты первый. Да, всегда он играет. Потому что? Да нет. Да. Реально, Коля первый. Коля первый. А я вообще, я сел, я сел на пенечек. Поел, а, этот, бананчик. Бродик. Ты на пенке ел банан? Ну, нет, тут на полу. Я вообще не ел ничего. Я вообще ехал с комфортом в машине. Идите в жопу, блядь. Я на общественном транспорте везде ехал. Ты это видишь, где я ехал? Ребятки! Я надеюсь, вам понравился наш очередной выпуск. Три семьи. Подписывайтесь на ребят. Мой телеграм-канал. Там очень много розыгрышей. Очень много крутого контента, которого нету нигде. Лайк. Подписочка на канал. Я знаю, что многие смотрят и почему-то до сих пор не подписаны. Подпишись. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...